Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на нашей третьей онлайн-тренировке. Красивые формы, суперэффективные упражнения. Проект компании Савушкин Продукт помогает всем, кто стремится поддерживать себя в форме. Присоединяйтесь к нашим тренировкам каждый понедельник и четверг в 19.00. Сегодня мы поработаем над ягодицами и поговорим о том, что есть, чтобы подтянуть наш орех, разгладить кожу на нем и избавиться от целлюлита. Правило номер один. Не терпеть голод между приемами пищи. Когда вы чувствуете голод, у вас запускаются процессы катаболизма, разрушается мышечная ткань, коллагеновый слой и сильно страдает кожа. И в следующий прием пищи организм начинает активно складывать запасы в жировые клетки, в результате чего мы получаем неровную кожу и целлюлит. Поэтому между основными приемами пищи делайте перекусы натуральным йогуртом Теос. Заменяя йогурт Теос на сметану, кефир убирайте, берите Теос, соусы, заправки, можно им заменять салатом, увеличиваете количество питательных веществ, необходимых для вашей кожи. Не забывайте, что наша кожа на 75% состоит из белка, а йогурт натуральный Теос поможет его пополнить, так как в его составе 8 грамм белка на 100 грамм. В одной баночке 250 грамм содержится целых 20 грамм этого волшебного питательного вещества, которое укрепит ваше здоровье, подтянет вашу кожу. Поэтому натуральный йогурт Теос в этом вам поможет. Это продукт номер один для вас. А теперь мы приступаем к тренировке. Красивые формы, где я покажу вам самые эффективные упражнения для ваших ягодиц. Сначала мы начинаем с разминочки. Поворотики влево и вправо. Приседаем, разминаемся. Выдох вверх. Первое упражнение у нас – выпад на месте. Одну ножку мы ставим впереди, вторую сзади на носочек. Ручки ставим перед собой, делаем вдох, опускаемся вниз и выдох. Будем делать на каждую ногу по 15 повторений. Вдох и выдох. Следите за тем, чтобы задняя ножка у вас сгибалась в колене, а переднее колено оставалось на месте. Выдох у нас будет при подъеме наверх. Также стараемся соединять на спине лопатки, чтобы ваша спина была ровная. И меняем ноги. Стараемся вниз идти немного медленней. Вверх с любой комфортной для вас скоростью. Выдох. Не забываем про колено. Чтобы лучше чувствовалась задняя поверхность бедра и ягодичные мышцы, мы стараемся думать о пятке передней ноги. И поднимаем себя вверх, толкаясь в пятку максимально сильно. Опускаемся медленно. И выдох вверх. Отлично. И еще три раза. Дальше у нас второе упражнение. Это ягодичный мостик. Мы опускаемся на коврик. Руки кладем вдоль корпуса. Выталкиваем ягодицы вверх. И делаем выдох. 15 повторений. Поехали. Старайтесь, чтобы ваши ноги стояли на пяточках. Так у вас тоже будет чувствоваться давление бицепс ведра, ягодичные мышцы. Полностью мы на пол не опускаемся. Немного идем вниз. И сразу же ягодицами выталкиваемся вверх. И выдох. Выдох. Молодцы. Не забывайте стоять на пяточках. Видите, я носочки приподняла вверх. Это не просто так. Ручки у нас расслаблены. А я показываю вам второе упражнение. Это ягодичный мостик на одной ноге. Мы дорабатываем ягодицы. Ставим ногу по центру. Любую. Вторую кладем на колено. И выталкиваемся вверх. Двенадцать повторений на каждую ногу. Точно такая же фиксация, как в прошлом упражнении. Вверху. Выдох вверх. Стоим на пяточке. Корпус у нас ровный. Ориентируйтесь по двум тазобедренным суставам, костям, чтобы вас не переворачивало. Отлично. И выдох вверх. Хорошо. Работаем. Сейчас меняем. И следите за тем, чтобы во всех упражнениях, и в этом тоже у вас животик был втянут, кор напряжен. Стоим на пяточке. Неважно, какое упражнение вы делаете, мы все время втягиваем живот, напрягаем мышцы кора. Фиксируем спину нашу. Чтобы ее не расшатывало. Чтобы нагрузка шла туда, куда надо. Именно в ягодице. Не в поясницу. Отлично. Следующее у нас упражнение. Четвертое. Отведение согнутой ноги. Мы переворачиваемся, становимся на вытянутые руки. Следите за тем, чтобы кисти у вас были строго под плечевыми суставами. И колено под тазобедренным. Мы сгибаем одну ногу. Носок ноги натягиваем вниз на себя. И поднимаем ее вверх. Вверху делаем паузу и фиксацию. Медленно вниз. И затем опять вверх. Выдох делаем. Когда нога идет вверх. И медленно опускаем вниз. То же самое. Следим за тем, чтобы пресс был втянут. Животик держим в напряжении. И самое главное еще, обращая ваше внимание на то, что все любят вот так вот гнуть локти. Ни в коем случае этого не делаем. Руки у нас максимально прямые. Супер. Вторая нога. Носок. Живот. Руки прямые. Стараемся смотреть прямо. Не поворачиваем голову, как я. К вам. Шея у нас расслаблена. Шея у нас продолжение позвоночника. И выдох при поднятии вверх. Напоминаю у нас 12 повторений. Молодцы. Держим кор. И у нас будет заключительное, пятое упражнение. Оно будет на мышцы пресса. Потому что красивые ягодицы, без плоского живота, тренировки на ветер. Точно так же, как и без правильного питания. Мы переворачиваемся на коврик. Опускаемся аккуратно. Таз немножко вперед подкручиваем. Поясница плотно прижата к полу. И мы будем хлопать под коленкой. И выдох. Руки прямые. Делаем максимально медленно. У нас будет 20 повторений. Животик втягиваем. И максимально медленно идем назад. Только не спешите. Не делайте резких и рывковых движений. И не забывайте дышать, как паровоз. Чем лучше вы дышите, тем больше кислорода поступает в кровь. И вы эффективнее и правильно сделаете упражнение. Тем выше у вас будет контроль и связь между мозгом и мышцами. Сейчас, мои хорошие, мы пьем водичку, обязательно отдыхаем одну-две минутки и повторяем наш круг упражнений. Можете повторить три, а еще лучше четыре раза. И тогда вы почувствуете эффект уже завтра точно почувствуете. Особенно те, кто давно не занимался. Мы вас ждем на следующей тренировке уже в этот четверг в 19.00, где будем работать над дряблыми мышцами рук, чтобы их не было.